Всем здравствуйте! Инфицированный COVID-19 театральный режиссер Роман Виктюк попал в реанимацию. Состояние деятеля искусств оценивается как тяжелое. В настоящее время Роман Григорьевич находится под круглосуточным наблюдением в реанимационном отделении городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных в Москве. Известно, что изначально Виктюка поместили в второй терапии. Однако затем состояние режиссера резко ухудшилось, и медики приняли решение о его переводе в реанимацию, сообщает Пятый канал. Более подробная информация о состоянии театрального режиссера пока неизвестна и уточняется. Роман Виктюк является советским, российским и украинским театральным режиссером, актером, основатель и художественный руководитель театра Романа Виктюка. Режиссер получил звание народного артиста России и Украины, является заслуженным деятелем искусства рэп. Палитра его театральных работ насчитывает около сотни наименований. А среди известных фильмов Романа Григорьевича – «Игроки» – «Ростов-папа», «Кабачок-13 стульев» и другие картины. Стоит отметить, что театральные постановки Виктюка и в самом начале его карьеры становились резонансными и обсуждаемыми в мире искусства. Впервые под маркой театра Виктюка был осуществлен один из первых и наиболее интересных опытов постсоветской антрепризы – спектакль «Эмбутерфляй». Эта постановка стала настоящим театральным событием, вызвавшим споры как среди специалистов-театроведов, так и среди самой широкой публики. В то же время был выпущен перерожденный легендарный спектакль «Служанки». Театральный критик американской газеты «Нью-Йорк Таймс» написал свою рецензию на этот знаковый спектакль с таким подзаголовком. Виктюк со своими служанками совершил революцию, как Ленин в 1917 году. В США советского театрального режиссера в итоге включили в список 50 людей, оказавших наибольшее влияние на вторую половину XX века. Личная жизнь романа Виктюка долгое время оставалась предметом обсуждений. В молодости режиссер был женат на сотруднице масс-фильма. Увы, брак не принес счастья деятелю искусств. Вспоминая свой семейный опыт, Виктюк в одном из интервью сказал, его хватило, чтобы постичь всю эту премудрость. Сколько бы ни говорили великие о том, что одиночество – это не только удел, а единственно возможное существование творца, в это никто не верит. По мнению Романа Григорьевича, институт брака придумало государство, чтобы контролировать людей. Детей у режиссера нет. В последнее время в информационных сводках все чаще стали появляться новости о том, что кто-то из представителей отечественного шоу-бизнеса подхватил коронавирусную инфекцию. Вчера стало известно о заражении COVID-19 певицы Земфиры. 44-летняя артистка заметила у себя симптомы заболевания и сама обратилась к медикам. Земфиру протестировали и выявили наличие инфекции, порекомендовав изолироваться и начать лечение на домашнем режиме. Комментариев по поводу болезни от самой звезды пока не поступало. Что, впрочем, и не удивляет, так как рок-артистка ведет закрытый образ жизни и крайне редко общается с прессой. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok